Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Еще посмотрите, летная программа хорошая. В подмосковном Жуковском прошел МАКС-2021. Есть Канада, есть у нас еще по всему покупатели в Германии, покупатели в Афранции. Насколько далеко простирается география продукции пихорского текстиля, смотрите в ближайшее время. Мы делаем все для того, чтобы жители были довольны нашими услугами. С 1 августа льготные категории пассажиров смогут ездить бесплатно на маршрутных такси. Конечно, мы счастливы. Мы закончили школу, теперь у нас придет новая жизнь. Бал в честь выпускников-медалистов прошел в Центральном парке. А теперь подробнее об этих и других новостях. Завершился международный авиационно-космический салон МАКС-2021, который проходил в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. Несмотря на ограничения из-за пандемии, авиасалон сохранил свою масштабность. В мероприятии приняли участие более 530 российских и 90 зарубежных компаний. Миллионы восхищенных взглядов в эти дни устремлены на небо над Жуковским. А все потому, что здесь проходит юбилейный 15-й международный авиасалон МАКС-2021. Пандемия внесла свои коррективы в работу авиасалона. Через проходную пропускали лишь тех, у кого есть QR-код или отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Несмотря на это, оценить силу и мощь современной авиации пришли более 135 тысяч человек. Главное действие разворачивалось в небе. Словно завороженные зрители наблюдали за выступлениями лучших пилотов на лучшей авиатехнике. Гвоздем летной программы стали выступления русских «Витязей» и «Стрижей». Это группы высшего пилотажа на самолетах. Русские «Витязи» — единственная в мире команда, которая выполняет сложнейшие элементы на тяжелых истребителях. Команда «Стрижей» поразила зрителей филигранным выполнением фигур. Порой казалось, что самолеты мчатся лоб в лоб и лишь в последний момент расходятся, оставляя в небе красивый след. В то время, когда в небе проходила летная программа на земле, участники авиасалона демонстрировали новейшие достижения авиационной промышленности. Гости могли посетить 830 выставок из 56 стран мира. Причем впервые на «Максе-21» презентации проходили не только в обычном формате, но и онлайн. У нас здесь в ходе уже вот этих трех дней работы выставки прошел целый ряд встреч. И мы надеемся, что, как и всегда, работа на выставке будет некоторым трамплином, толчком к дальнейшему развитию. «Макс-2021» в очередной раз подтвердил статус крупнейшего бизнес-мероприятия. За пять дней салона состоялось не менее ста деловых встреч. Объем контрактов и соглашений составил более 250 миллиардов рублей. Это абсолютный рекорд за все годы проведения международного авиасалона. Театр начинается с вешалки, а теплый свитер – с пихорских нитей. История производства текстильной продукции в поселке Жилино берет свое начало с 1995 года. За это время предприятия признали не только отечественные компании, но и зарубежные. С запада до востока, от юга до севера. География покупателей пихорских нитей обширна. Причем клиенты фабрики – не только российские компании. Достаточно хорошая доля продаж идет у нас на Белоруссию. Достаточно хорошая доля продаж у нас идет на Казахстан. Ну и точно так же другие берут. И Прибалтика берет, есть Канада. Есть у нас еще ко всему покупатели в Германии, покупатели во Франции. На текстильной фабрике представлено около 150 наименований пряжи – верблюжья шерсть или акрил. Нити изготавливают как из натуральных материалов, так и неорганических. Это вот трикотажная пряжа, которая выпускается вот на таких бобинах. И наши потребители – это тоже промышленные предприятия, трикотажные фабрики, которые вяжут уже на своих вязаных машинах те изделия, которые мы покупаем в магазинах. На современном оборудовании волокно сначала вытягивают, чтобы оно стало ровным. Затем идут процессы очистки, разделения и скручивания нитей. Готовые мотки для ручного вязания отправляют в крупные сетевые магазины. Для русского человека пряжа всегда являлась чем-то большим для того, чтобы радовать своих близких, родных, создавая те продукты, те цвета, шапочки, шарфы, которые мы с детства помним, ходили. И, конечно же, эти традиции передаются с поколения в поколение. Поэтому пряжа в России будет всегда востребована. Чтобы передавать знания об искусстве вязания было удобнее, на фабрике производят небольшие мотки для детей. Нити используют на уроках технологии и мастер-классах. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В администрации городского округа провели еженедельное оперативное совещание. Руководители ведомства рассказали о проделанной работе за прошедшую неделю. Вопрос пожарной безопасности в Люберцах по сей день остается актуальным. С 19 по 25 июля на территорию округа зафиксировали 9 природных пожаров. Шесть раз выезжали, как я уже догадывал, в прошлый раз поселок Мирный, перед улицей Свобода, вот это поле перестроено. Шесть раз выезжали, вообще площадь пожара составила 156 квадратных метров. Горожан призвали быть осторожными в лесу и парковых зонах, не бросать мусор и не разжигать костер. Особое внимание уделили вывозу отходов. В результате объезда территорий на Котельническом проезде в Любовск необходимо произвести уборку смета с проезжей части, на Смирновской убрать навалы мусора, на Красногорской, на месте, где ранее было установлено мегабак, видимо, жители туда по привычке наваливают крупнокабаритный мусор. Надо понять, разобраться, не пытаясь одного раза в сутки, два, два мало, три, два, три же сюда. Продолжается текущее благоустройство в парках. На Наташинских прудах проводят очистку береговой линии. В Центральном парке ведутся ремонтные работы, скейт-площадки. Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах на улице Урицкого установили искусственные дорожные неровности. Лежачие полицейские сделаны из асфальтобетонного материала. Рабочие уже нанесли разметку, предупреждающую о наличии искусственной дорожной неровности. В 2021 году в городском округе запланирована установка 50 лежачих полицейских. На сегодняшний день разместили 30. Работы ведутся в рамках планового ремонта дорог. Я даю себе отчет, что, возможно, мы не все учли. Возможно, где-то нужно еще какие-то работы провести или положить. И потом, если вы в эфир это все покажете, и будут обращения, либо какие-то предложения, то мы их, конечно, обязательно учтем. Эти работы будем выполнять. Все больше жителей отказывается от использования мусорпроводов. По их просьбе сотрудники управляющих компаний заваривают на лестничных площадках люки, предназначенные для выброса бытовых отходов. С чем связано такое решение и как добиться ликвидации мусорной трубы, узнала наша съемочная группа. С тех пор, как во дворе дома появилась контейнерная площадка, Александр Евсеев перестал пользоваться мусоропроводом. Сооружение для выброса отходов внутри жилого здания – это не только лишние расходы на содержание многоэтажки, но и источник антисанитарии. К мнению старшего по дому прислушались соседи. На общем собрании подавляющее большинство жителей приняло решение избавиться от эпицентра неприятного запаха и насекомых. Управляющая компания просьбу выполнила. Одним только завариванием мусороприемников дело не заканчивается. Трубу, через которую выбрасывали отходы, промывают с помощью специального устройства. На крыше рабочие снимают верхнюю часть мусоропровода. После установки лебёдки, катушки, трос опускают вниз по трубе. В мусоросборной камере к канату крепят щётку. Потихоньку мы поднимаем всё это оборудование наверх. Под давлением вода размывает всю грязь. Со стен всё это сливается в канализацию. Промывку и дезинфекцию мусоропровода выполняют дважды. Обязательный завершающий этап – сушка трубы. После этого можно навсегда закрыть мусоросборную камеру. Айтадж Чирагова, Луиза Егия-Зарян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Обратная связь в условиях пандемии. В режиме онлайн в администрации Люберец провели встречу с жителями. Сообщения в соцсетях и звонки. Горожане могли обратиться любым удобным способом. Благоустройство, транспорт и дороги – основные темы, которые волнуют люберчан. Один из вопросов – мусор возле дома номер 23 на Юбилейной улице. Также жители жалуются на отсутствие освещения и плохую работу лифтов. У нас сегодня управляющая компания за средства, которые мы, жители, оплачиваем в управляющую компанию, проводит влажную уборку. Это согласно графике, который размещен на информационном стенде. Спасибо вам за вопрос. Мы сегодня проанализируем. Буквально вечером мои специалисты управления ЖКХ подъедут, это все проверят. И по результатам проверки будет ряд вопросов к сотрудникам управляющей компании за непредоставление своевременной информации. Продолжает оставаться актуальным вопрос коронавируса и прививок. Люберчане могут вакцинироваться в стационарных отделениях 1 и 2 Люберецкой областной больницы, торговых центрах, МФЦ и клубе «Активное долголетие». У нас заболевших на сегодняшний день 17 928 человек. В больницах, в стационарах сегодня находится 291 человек. На домашнем лечении 3859 человек. Ну и, к сожалению, есть умершие. Это 535 человек. На встрече затронули и транспортную сферу. С 1 августа 2021 года в Московской области запускается пилотный проект о предоставлении льготного проезда некоторым категориям граждан. Многодетные семьи, если имеют социальные карты, то проезд тогда получается бесплатный. Школьники у нас предоставляются льготы по проезду маршрутных такси. С 1 по 35 поездки это 50% скидки на проезд. И если ребенок ездит больше 36 поездок, то 99%. Все обращения горожан записали в протокол и приняли в работу. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы подписано соглашение между администрацией и руководителями частных компаний-перевозчиков. Новый документ касается льготных категорий пассажиров. Сейчас они имеют право на бесплатный проезд лишь в муниципальных автобусах, а с 1 августа их льготы будут действовать и в частных маршрутных такси. Продолжит тему Виталия Куликова. В городском округе Люберцы ежемесячно пользуются услугами наземного общественного транспорта не менее 2 миллионов пассажиров. И по статистике 30-40% из них имеют право на льготный проезд. Ежедневно на муниципальных маршрутах Люберец курсирует более 420 автобусов. Но не всегда льготники, это чаще всего пенсионеры и школьники, могут быстро и без проблем уехать в нужном направлении. Многие пенсионеры работают и напрягаются с проездом. А бывают ли проблемы, когда, допустим, приходится долго на остановке и ждать транспорт, в котором можно воспользоваться льготой? Частенько, очень частенько. Я прошу на одного довезите хотя бы пенсионера. У меня социальная карта, но они соглашаются, потому что говорят, что у нас видеокамера, все записывается. Эта проблема администрации Люберец известна. Результат работы по ее решению – подписание соглашения с частными компаниями-перевозчиками. Важный документ подписали глава городского округа и руководители 11 транспортных компаний. Событие поистине историческое, подчеркнул Владимир Ружицкий. С 1 августа 2021 года льготники смогут бесплатно ездить не только на муниципальных автобусах, но и маршрутных такси. Тема касается достаточно большой группы жителей нашего городского округа. Это, по нашим оценкам, не менее 81,5 тысяч человек. В том числе, где-то порядка 3,5 тысяч человек – это ученики, школьники. Принято решение, чтобы на всем транспорте такая услуга была предоставлена. Пилотный проект по введению льготного проезда на коммерческих маршрутах стартует в пяти округах Подмосковья – Люберцах, Одинцово, Чеховском, Нарафаминске и Ленинском округе. Число запросов жителей по этому поводу в Министерство транспорта за последние четыре года увеличилось на 80%. Бюджет берет на себя дополнительную нагрузку доплачивать до уровня коммерческого тарифа, доплачивать вот эту разницу между льготой. Ну, соответственно, если это полная льгота, то это полный тариф. Если это школьник, то это 50% от тарифа. Мы делаем все для того, чтобы жители были довольны нашими услугами. Мы будем получать компенсацию от Министерства Московской области. Система взаимодействия администрации и частных перевозчиков пока только прописана на бумаге. Наверняка будут шероховатости, отметил Владимир Ружицкий. Главное, что нововведение станет хорошим подспорьем в работе общественного транспорта. Не все транспортные средства у нас городские, в основном коммерческие. Это будет плюсом, конечно, пенсионерам и тот, кто там пользуется школьником. Тем более, что он может спокойно сесть в любой транспорт уже и не бояться, что там, ой, я пропустил свой, и сажусь в коммерческий, и при этом он может сэкономить. На следующей неделе в частных маршрутках появятся стикеры с информацией о льготном проезде, чтобы пассажиры знали и пользовались правом на бесплатную транспортную услугу. Виталия Курякова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин представил экологическую стратегию региона. Убрать мусор из рек, озер и прудов Московской области планируют в ближайшие три года. В список программы расчистки ста водных объектов попало и Малаховское озеро. К 2023 году рабочие соберут отходы из водоема и с берегов. Также в Подмосковье приступили к ликвидации несанкционированных свалок. Устранить их полностью планируют к 2024 году. Андрей Разин отметил, что к появлению незаконных свалок ведет нарушение правил обращения со строительным мусором. В связи с этим с 1 июня запрещен перевоз отходов без регистрации в региональной информационно-навигационной системе и наличии цифрового талона. В городском округе Люберцы оставить крупноговоритный мусор можно на контейнерной площадке «Мегабак». Особое внимание уделят разнообразию флоры и фауны Подмосковья. К 2026 году планируют увеличить площадь особо охраняемых природных территорий. Среди них – Томилинский лесопарк. Здесь обитают более 25 видов птиц и свыше 300 растений, которые внесены в Красную книгу. Чистый водоем, красивый пейзаж. В Томилине на улице Кантемира проводят очистку пруда. Работы выполняются в рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья» и 100 водоемов Московской области. Очистка берегов от сухостоя – один из этапов работ. Из воды уберут бревна, затонувший строительный мусор и другие крупногабаритные отходы. После всех этих работ будет произведено удаление камыша методом размыва вместе с корнем самого пруда и также подводной растительности. Работы проводятся с 15 июля. За это время вывезли уже более шести машин мусора. За очистку пруда жители проголосовали на портале «Добродел». Также мы подали еще четыре пруда на территории городского округа Люберцы на очистку следующего года. 25 августа начнется голосование также на «Доброделе». Ждем результатов, приглашаем жителей очень активно поучаствовать в этом, в наших интересах. В списке для голосования представят Жилинский, Директорский, Кореневский и Томилинский пруды. Именно от жителей зависит, попадут ли водоемы в госпрограмму «Экология и окружающая среда Подмосковья». Ведь эффективность голосования заметна на примере пруда на улице Кантемира. Я надеюсь, что в ближайшее время этот пруд немножко загорает, он станет немножко другим, краше, уютнее, наверное, будет. В ближайшее время, месяц-полтора, здесь будет другая совершенно атмосфера, другой вид. Поэтому я думаю, что вот этот простор водоема, он украсит вот эту территорию Томилина. Также в рамках программы очистки водоемов Подмосковья работы ведутся на Малаховском озере. Для детей каникулы, а для взрослых горячая пора. В Люберцах полным ходом идет ремонт образовательных учреждений, в том числе и музыкальных школ. В дополнительном корпусе детской школы искусств номер один, а с 1959 года по 98-й единственном помещении на улице Кирова, 49, крепят потолочные панели, красят стены стилю тлинолю. Уже поменяли старые окна на современные стеклопакеты, установили двери учебных классов. На обновление из муниципального бюджета выделено 1 миллион 137 тысяч рублей. Полностью ремонтные работы завершат к первому сентября. Я думаю, что эти темы должны находиться всегда в поле зрения и администрации, и управления образованием, управления культуры. Потому что это база, это основа, это дает развитие молодым людям, которые в перспективе все будут по жизни шагать вот с этим багажом, который не тянет, но который обогащает. Напомню, что в детской школе искусств номер один по музыкальным и художественным направлениям обучаются более 500 детей. В рамках национального проекта образования по всей стране строятся школы, просторные классы, спортивные комплексы и оснащение по последнему слову техники. Не остался в стороне и городской округ Люберцы. В прошлом году открыли две современные школы. Одну в Люберцах, отдельный корпус кадетской школы, другую в Малаховке. Поначалу не было уверенности, что строители управятся точно в срок, и 1 сентября современные учреждения образования распахнут свои двери для учеников. Работали днями и ночами, но успели. На очереди корпус 59-й школы в Марусине. Все-таки Марусина – это же сельская местность, это деревня Марусина. А это будет хорошая, добротная, современная школа. Это будет просторная столовая, актовый зал на 350 мест. Это просторные классы, это спортивный зал, спортивное ядро вокруг школы. Это и баскетбол, и волейбол, и беговые дорожки. А еще интерактивные классы, компьютеры, быстрый интернет и зоны отдыха. В каждой новой школе создаются комфортные условия для учеников и учителей. Согласно проектной документации, пристройка на 400 мест должна быть полностью введена в эксплуатацию в декабре этого года. Везде есть свои трудности, но мы на это внимание не обращаем. Стоит задача школу построить, построить с опережающими темпами, как это прописано у нас в акционной документации. И на сегодняшний день, после проведенного совещания, у меня нет сомнений, что мы с этой задачей справимся. Благодаря привлечению субподрядных организаций, строительство ведется не поэтапно, а по всем направлениям одновременно. Рабочих рук достаточно. Главное, чтобы стройматериалы подвозили вовремя. Айтадж Чирагова, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Центральном парке состоялся парад отличников. Лучших выпускников Люберец пришли поздравить не только родители и педагоги, но и министр правительства Московской области Роман Терюшков и глава округа Владимир Ружицкий. Продолжение темы в нашем сюжете. Выпускницы гимназии номер 24 Олеся Морозова и Мария Долгова прогуливаются в парке в ожидании главного события лета – парада выпускников 2021. На него приглашены лучшие из лучших – 175 медалистов и 19 учеников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. И в этот день им памятные подарки, почет и уважение. – 11 лет старались, учились, вкладывали всю силу в обучение. И, конечно, для нас очень важно сейчас находиться здесь. – Да, конечно, мы счастливы. Мы закончили школу, теперь у нас придет новая жизнь. Будем гордо носить звание медалистов. – Этого всего бы не было без замечательных учителей, которые готовили меня. Особенно, конечно, хочется поблагодарить наших классных руководителей, учителей, которые занимались именно с нами, а также родителей. Пока виновники торжества готовятся к началу парада, родители с волнением ожидают начала праздника. Им тоже предстоит пройти по красной дорожке, ведь это и их победа – провести за руку сына или дочь от первоклашки до медалиста. – Когда начинаешь учить, когда ребенок из школы – контроль, контроль. И дальше уже ребенок это впитывает и сам уже себя контролирует. – Уже я, честно говоря, потом уже после класса восьмого отпустила, она уже сама была за себя ответственна. – Что я испытываю, это прежде всего счастье, что мой труд не пропал даром. Я их учусь третьего класса, связывают очень долгие годы, согласитесь. Поэтому я называю себя «второй мамой». Звучат фанфары. Почетные места вместе со своими педагогами занимают герои дня. Позади бессонные ночи, мозговые штурмы, переживания и выпускные экзамены. Впереди большая жизнь, полная новых возможностей, планов и успехов. – Везет тому, кто везет. И вам повезло, что вы закончили школу. Повезло, что вы стали медалистами. У нас среди вас 19 стоп-бальников. Но за этим везением стоит огромный труд. Вы все сегодня уже определились с вузами. Вы определились с будущей профессией. Я сегодня хотел бы всем вам пожелать, чтобы ваша профессия, или вы нашли себя в профессии, или ваша профессия нашла вас. Городской округ люберцы славятся талантами. С этих слов начал свою поздравительную речь министр правительства Московской области Роман Терюшков. – 1438 выпускников в Люберецком городском округе. И смотрите, сколько здесь, на этой площадке, тех ребят, которые имеют 100 баллов, имеют медали по результатам учебы. И, конечно, это говорит о том, что люберцы не только территория спорта, но и территория образования. На парад отличников Владимир Ружицкий и Роман Терюшков пришли не с пустыми руками. Они вручили медалистам, стоп-бальникам и их родителям подарки и благодарственные письма. А после торжественной церемонии ребят ждали выступления артистов, танцы, праздничный салют. Чтобы этот парад выпускников запомнился как яркий старт в новую взрослую жизнь. Виталия Куликова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте лрт.тв или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин